Аль джидду вали чтихаду валь мусабарату аля тахсилил альми Серьезный подход Вали чтихад, то есть усердие и старание Валь мусабара, упорство и настойчивость Аля тахсилил альми, постижение знаний Человек, который хочет добиться успеха В постижении шариатских знаний, в изучении своей религии Во-первых, у него должен быть джидд, то есть серьезный подход Не так, а дай попробую, а дай поиграюсь Один урок пришел, второй не пришел Сходил, отдохнул во время урока куда-то Нет, это не серьезный подход, это детский подход, играючи Джидд, то есть серьезность это то, что как раз таки противоречит Ляй, играючи подход Нет, должно быть ичтихад, усердие, старание у человека должно быть Должно быть мусабара, упорство и настойчивость В приобретении знаний И тот, кто опишет себя такими качествами Тот, иншаллах, добьется успеха в этом деле Также человек, как говорит автор Вали бтиаду аниль кассаль Должен отдалиться, максимально отдалиться от нерадения и ленности Не должен лениться при обретении знаний Валь-аджз Не должен проявлять бессилия и немощности В таком великом деле Как вспомните хадис, когда мы говорили про Хирс Мы сказали, сам посланник Аллаху, салли Аллаху, алейху, ассалям Призывал к такой вещи, как Хирс Хадис, который приводит его муслим Сказал, сильный верующий, любимый Всевышний Аллаху, чем слабый верующий Однако в каждом есть добро Если этот человек, у него есть иман, в нем есть добро Будь он сильный или слабый Если есть иман, есть уже Хирс И далее говорит Так устремись же к тому, что приносит тебе пользу И проси помощи Аллаха в этом И не проявляй немощности Не проявляй слабости Не проявляй бессилия на этом пути На пути приобретения знаний А посланник Аллаху, салли Аллаху, сказал Устремись к тому, что приносит тебе пользу А мы сказали, знание, тем более религиозное знание Это, наверное, одно из самых великих вещей Которое приносит человеку пользу Как в этой дуне, так и в Ахирате Также человек, что должен Постоянно усердствовать, бороться, делать джихад Со своей душой и шайтаном Об этом мы немножко вчера более подробно говорили Потому что нафс человека, душа человека Будь то из числа джинов или людей Как сегодняшний Аллах говорит Есть шайтан из числа джинов Есть шайтан из числа людей Они мусаббитан Являются помехами на пути к приобретению знаний Являются теми, кто удерживает человека от знаний Также от себя можно добавить, что они являются врагами человека Как Аллах, субханах, ватали, говорит Минна шайтана лякум аду Воистину, шайтан для вас враг Так возьмите себе его врагом Не проявляйте дружбу к нему Что касается души человека То Аллах, субханах, ватали, в Коране говорит Инна нафса ля аммаратум бису Воистину, душа постоянно ля аммара Помните, те, кто изучает арабский язык Формула фааль, раззак, вахад Имена Всевышнего Аммар Кто такой Аммар? Тот, кто постоянно аммар Постоянно приказывает Постоянно ввелит что-то плохое Аммаратум бису Душа человека постоянно чего-то плохого хочет Хочет лениться Хочет поспать Хочет поесть Хочет расслабиться Хочет развлечься Хочет побольше поболтать Отдохнуть и так далее И все это отвлекает от ильма Отвлекает и отдаляет от шариатского знания Из причин, которые помогают человеку Быть усердным, старательным Приобретение знаний в изучении религии Чтение биографии жизни и описания наших ученых Если есть переведенные, допустим Какие-то биографии ученых Старайтесь читать Когда вы увидите Как они усердствовали На пути приобретения знаний Какой путь прокладывали Для постижения знаний Что приходилось терпеть им На этом пути Что приходилось выносить Какие пути приходилось преодолевать На пути постижения знаний Или на пути приобретения Хадисов Пророка саллаху алейхасалям Непременно вы увидите Свою слабость И беря с них пример Тоже начнете стараться бы из Нилля Поэтому я также побуждаю Если есть какие-то, допустим Переведенные биографии наших ученых То старайтесь их читать Старайтесь читать Брать с них пример Брать пример, допустим Сыма Махмада Что его постигало на пути Приобретения знаний Как его мучили Имам Махмад ибн Хамбаль Имам Аль-Бухари Какие пути он прокладывал Приобретение шарядских знаний Яхниюбнумаин Имам Ашшафи Что их всех ждало Что как они терпели голод Который их настигал Только чтобы узнать Что-то из шариата Всевышнего Аллаха Только чтобы узнать Что-то из религии Чтобы узнать Хадисы пророка Саллиллаху алейху алейху ассалям И сподвижники Не были такими Как мы в наше время У них действительно был хирс Мы с вами приводили Пример Умара С одним человеком Из ансаров Как они постоянно Менялись друг с другом Один идет на урок Второй делает Свои домашние дела Затем что На следующий день Посещает урок ансарий А Умар Делает свои домашние дела Затем друг другу рассказывали Боялись упустить Что-то из знаний Они говорили Я Расуль Аллах О посланник Аллаха Когда мы находимся С тобой вместе На кружках знаний Когда ты нам рассказываешь Что-то о религии У нас повышается иман Однако Когда мы уходим от тебя Мы чувствуем себя лицемерными На что посланник Аллаху ассалям Сказал То есть это и есть иман Это и есть вера Действительно То есть человек не может постоянно У него крепкий иман Постоянно об ахирате думать Не способен на это Однако Посмотрите их состояние Они пришли к пророку И жаловались на это Говорит Субханаллах Мы чувствуем себя лицемерами Когда мы отдаляемся от тебя Уходим Не посещаем уроки В наше же время Человек может Субханаллах День Два Неделю Месяц Год Субханаллах Не слушать ни уроков Ни книг не читать Кто-то Субханаллах В Рамадан Только Куран открывает Не читать И спокойно чувствовать себя Совершенным верующим Подвижники Немножко На 2-3 часа Оставляли порок Стоим считали себя Лицемерами Мы Не посещаем Считаем себя Идеальными верующими Вот эти мы Отличаемся